Здравствуйте, друзья! С вами канал Желудок и Печень. Сегодня с вами Сергей и Олег. Друзья, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И сегодня у нас дегустация. На дегустации у нас шотландский 12-летний односолодовый виски Singleton. Выдержка данного виски производится в двух типов бочек. Это бурбанная бочка и бочка из-под хереса. Singleton переводится как одиночество. История, согласно бутылке, вискокурния лежит с 1896 года и практически через 100 лет, даже если правильно быть, через 90, вискокурния приобрела региональное название Singleton. Да, с 1986 года называется Singleton. Принадлежит данная вискокурния всем известному магнату алкогольных напитков компании Diageo. Называется, вернее, вискокурния вискокурния. Товдаун находится в регионе Спейссайд. Их 33 вискокурния, ошибаюсь, и делают на разные рынки сбыта. На разные, да, получается. Товдаун как раз делает для Европы. Также еще две вискокурнии делают на Соединенных Штатах Америки и на Азию. Ну, наверное, не вспомню название. Ну, давай, Сергей, попробуем виски на аромат, на вкус, послевкусие. Сейчас мы пробуем виски на первый нос, дадим подышать 15 минут, так как виски односолодовый 12-летний. И попробуем потом еще раз. И проведем эксперимент сегодня у нас будет. А на виски двоякие мнения, да, получается? Да, кому-то он прям заходит, нахваливает, говорят, вполне себе питерный напиток. Кто-то, наоборот, говорит, что не стоит своих денег и вообще не нравится. Ну, вот сейчас мы сделаем тоже свои какие-то выводы по поводу данного напитка. Ну, пробуем на первый нос. Цвет обычный, да, висковый цвет. Ну, он проходит холодную фильтрацию и содержится колер, поэтому цвет. Ну, есть спиртурная сразу. Ну, тоже, тоже, как бы, я бы не сказал, что она прям сильная такая, ну, чувствуется. Возможно, чуть подышит и... Ну, пахнет вполне себе нормально. Ну, да, подышать дать, мне кажется, хорошо. Сладость такая вот, как выпечка маленько, мне даже этими то ли яблоком, то ли грушей таким вот чем-то. Ну, да, соглашусь, что-то есть такое вот. Вот прямая какая-то. Ну, дадим подышать виски 15 минут и вернемся к вам. Друзья, прошло 15 минут, виски подышал. Сейчас мы пробуем на аромат, на вкус, послевкусие поговорим о линейке и проведем эксперимент. Ну, вот спиртило, сейчас все ушло, поэтому мне даже медом чуть повеяло сейчас. Приятный, сладкий, вот не знаю, медом. Не то, что мед, вот у меня больше, как вот выпечка к пирогам, такое вот ванильно-кондитерское что-то. То и также яблочко с грушей. Да, яблочко. Плюс-минус. Еще мне кажется, как это, типа, не знаю. Ну, приятный аромат. То ли какая-то цветочная тематика, ну, я не могу конкретно так определить. Ну, попробуем на вкус. Ну, приятно провалилось. Чуть-чуть, как бы так, сначала обожгло, но как-то, как бы не спиртом. А как специями, как будто перчиком немножко, вот таким вот, что-то вот. И, то есть, никакой спиртоводности, никакой сивушности нету. Приятный, вполне себе, напиток, мне кажется. Тем более, что нам достался он относительно недорого. Да, да, да. За бутылочку 0,5 мы отдали всего 2 тысячи рублей. Поэтому, как бы, у нас и упал глаз сразу про этот напиток рассказать. Так, на него ценник довольно высокий. И он не так часто попадаться стал в последнее время. Ну, что, немножечко о линейке? Да, давай поговорим о линейке. Ну, вот, на второй у меня глоток все равно к этому недовольству чувствуется. Сладенький, приятно. И уже не обжигает так, как первый раз попробовали. Интересный. Ну, видимо, как и с водкой. И сейчас медок прям, какой-то мне чувствуется, не знаю. У меня больше карамели, вот такой, более сладкий. Ну, линейка Singleton представлена к даме, девенадцатилетним, сингломолтом. Это старая бутылка. Она еще, получается, в антикетке написана, по-моему, 2018 года розлива. Не знаю, как нам она попалась. Ну, конечно. Очень повезло через пять лет. Сейчас бутылки такого голубого света. Также есть наш релиз. Это с выдержкой 3 года 15 и 18 лет. Также, если постараться, в каких-то алкобутиках можно найти релизы из серии Special Release. Это 17, 18 и 19-летние синглтоны с разным бочковым фитишем. Но у нас, к сожалению, не попадают. Пока. Ну, друзья, сейчас мы проведем эксперимент. Давай, Сергей, подливай виски, чтобы было у нас. Мы этого никогда не пробовали, но много читали, что виски раскрываются, когда в него добавляешь воду. Сейчас мы добавим воды. У нас есть стаканчик, тут лед расставил. Дадим подышать виски 10 минут. Вернемся к вам. Попробуем на аромат, на вкус. И подведем итог. И посмотрим, удался ли эксперимент. Правда это или нет. Ну, прямо несколько капель. Ну, друзья, встретимся через 10 минут. Друзья, мы готовы подвести итог сегодняшней дегустациям. Сегодня у нас на дегустации Single Tone. 12 лет. Спейссайд. Сингл мог. Все верно. Эксперимент мы провели. Если честно, мы уже виски этот вкусили на аромат, так сказать. И в конце ролика мы включим вам свои эмоции, которые у нас были в прямом эфире. А сейчас мы пробуем его на вкус и поставим оценки данному релизу. Он стал лучше пахнуть вообще. Ну, на вкус подрастался чуть-чуть. Какая-то цветочная, да, все равно медовость. Оно и медовость, и какие-то цветочно травянистые такие. И тоже яблочко также вот оно. Да, и он такой густой, подсушивает чуть-чуть во рту. Хочет трогать, вот он делает. Ну, друзья, мы готовы подвести итог. Поставили оценки Single Tone. Сергей? Если честно, я как бы немножко удивлен. До нашей дегустации, начитавший всяких отзывов там, и различных про него комментариев. Я поставлю этому виски четверку. Мне кажется, у него есть какой-то все равно свой профиль. Вот, ну, не знаю, очень приятно пьется. Когда подышит, и аромат у него замечательный. И вода, кстати, скажу тоже, мне кажется, поддала каких-то эмоций. Но, скорее всего, в воду нужно добавлять такие напитки, которые уже более выдержанные и, как бы, ну, более такие. Ну, да, наверное, да. Мне кажется, воду добавить там красный Johnny Walker, то есть она ничего не изменит. Ну, надо просто ради эксперимента попробовать, как бы, будет эффект, будет, нет, нет. А вот в этих, ну, вот, по крайней мере, как показал сейчас наш эксперимент, как-то более насыщенное все, вот более, как-то поярче, что ли, и аромат стал и на вкус. Вот до сих пор держится, кстати, до сих пор держится. Поэтому от меня сегодня синглтону двенадцатилетнему четверочка. Я тебя поддержу сегодня. В принципе, я тоже читал про него комментарии. Он, кто его засирает, кто хвалит. Мне понравилось, у него есть какой-то свой профиль. Он не спиртит. Интересный напиток за две тысячи рублей. Да, опять же, опять же, опять же, если цена для двенадцатилетнего молота, сейчас за двушечку, как бы, очень проблематично найти. У нас релизы еще, будем говорить, попадают, а вот, допустим, десяточку, двенадцатку уже за эту цель не помогут. Ой, 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 так тяжелоненький. Да, от меня тоже твердая четверка. Ну, друзья, подпишись на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Сейчас вы, после выпуска, увидите наши ароматы. Укушение аромата в прямом эфире. До свидания. Всем пока. Ну, он сейчас вообще... Мягонький прямо, да? Мне кажется, там все равно подраскрылась, какое-то появилось. Какой-то насыщенный более аромат. Ну, у меня вот это вот все медово-карамельное какое-то, и... Я считаю... Я так... Я так... Мне кажется, я даже не яблоко, а больше какие-то ближе вот такой, что-то... Не знаю. Сейчас вообще ушло какую-то в траву, в мед, блядь. Да-да-да, вот травянисто... Цветочное вот это вот что-то такое, блядь. Как в детстве, на покосе там где-нибудь, лапил, блядь. Такой запах немножко... И перемешку со сладким. Он больше стал, ты не заметишь? Более насыщенный. Мне кажется, тебе более насыщенный стал. Здесь я съел, он прям сильнее прям, мне кажется, да? Да-да-да.